Здравствуйте! Именно в это время общее становится частным, а невидимые вроде бы с первого взгляда детали становятся зримыми. В студии Иван Стрижов мы начинаем. Вода все прибывает. Насколько наш регион готов к предстоящему поводку? Без шипов. Тюменцы массово меняют резину на своих авто. Стоит ли это делать сейчас и какова цена вопроса? Утомленный ветром на тюменском времени стартовал документальный сериал. Как создавалось семисерийное мегаполотно, узнаем у автора фильма. Наш регион готовится к большой воде. Тема грядущего поводка стала главной на прошедшем в конце недели заседании президиума регионального правительства. С приходом тепла ситуация меняется буквально с каждым днем. В зонах подтопления могут оказаться 116 населенных пунктов. Наивысшие уровни ожидаются в реках близ Тобольска, Нижней Тавды и Илутровска. Также уровень воды с больше средних многолетних значений прогнозируется в реках Тура и Пышма. Всего в области в случае необходимости планируется привлечь для ликвидации стихии около 6500 специалистов, более 1400 единиц техники, 261 плавательное средство. Губернатор Владимир Якушев обратился к жителям региона, чьи дома или участки могут пострадать от поводка, заблаговременно принять возможные меры по сохранности своего ценного имущества. Тревожит нас не только грядущий поводок, а наступление противопожарного периода, возможно, будет объявлено уже на днях. В конце недели сотрудники МЧС провели инструктаж для полиции лесничих о том, как контролировать зеленые зоны и защитить их от пожаров. Уже созданы 4 мобильные группы, которые будут патрулировать городские леса. Их основная задача – выявление мелких очагов горения сухой травы или листьев, контроль разведения огня в не специально отведенных мест. И, по свидетельствам очевидцев, в Тюменском районе случаи возгорания сухой травы уже были. Инспекторы ДПС пока не выписали ни одного штрафа за отсутствие буквы «Ш» на заднем стекле автомобиля. Об этом сообщили в ГИБДД области, чтобы успокоить автовладельцев, которые скупили все наклейки в магазинах. Напомним, требование размещать на автомобиле специальные знаки вступило в силу 4 апреля этого года. Из магазинов моментально исчезли наклейки с буквой «Ш». Кто-то даже нарисовал знак на бумаге. И пока автомобилисты занимались этим вопросом, пришло время переобуваться. В эти дни в тюменских шиномонтажках наплыв клиентов, которые терпеливо ждут своей очереди. Записаться можно, но сложно, да и быстро все не сделают. Кто уже сменил зимнюю резину на летнюю и какова цена вопроса, выясняла Анна Княжева. Если они начали, то и другим можно. Это, конечно, не правило, а скорее призыв к действию. Все патрульные автомобили скоро будут на летней резине. Специального приказа от руководства здесь не ждут, а ориентируются исключительно по погоде. Автоинспекторы переобывают автомобили в свободное от работы время. Я думаю, что уже на следующей неделе все наряды переобуются и будут работать на летней резине. Между тем, менять резину тюменцы начали еще на прошлой неделе. Но есть и те, кто осторожничает. Еще будет у нас обязательно и снег, и лед. Я еще пока не переобуваюсь. Еще неделю хотя бы. Мы всю зиму по асфальту ездим на шипах. У нас дорогу уже чистят. Во дворах только снег и лед. Поэтому, не считая резины, ничего плохого не случится. Мы уже переобулись, честно говоря. Ну, я думаю, наверное, как снег сошел. Все зависит от того, как водитель сам себя чувствует. То есть уверен, не уверен он в себе. А так, конечно, когда льда уже нет, когда уже стабильно стоит плюс, я думаю, вполне можно. Как выяснилось, цены на шиномонтажках не изменились по сравнению с прошлым годом. Перебортовать колеса 13-го и 14-го радиуса стоит от 900 рублей, 15-го и 16-го – от 1200. А за работу с колесами больших размеров берут от полутора тысяч. Трудиться в авральном режиме работники автосервисов готовятся уже в ближайшие выходные и всю следующую неделю. Массово переобуваться начали уже с конца прошлой недели. В данный момент запись у нас на четыре дня вперед уже есть. На вторник даже люди записываются. Закон обязывает автовладельцев использовать на машинах резину по сезону. Однако тех, кто лето встретит на шипах, штрафовать не будут, заявили в ГИБДД. Сославшись на то, что сумма такого штрафа в документе не прописана. Значимое событие в жизни региональной документалистики. На этой неделе на телеканале «Тюменское время» стартовал сериал «Контики-2. Утомленный ветром». Он рассказывает о тихоокеанском путешествии на двух небольших плотах международной экспедиции, в составе которой был и наш земляк Сергей Гольцов. Все детали узнаем у автора фильма и гостя программы. Это мой коллега, журналист Игорь Канев. Вот скажи мне, пожалуйста, путешественников очень много. Их из года в год все больше и больше. Сейчас ничем никого не удивишь. Все-таки Гольцов и сотоварищи, они чем могут в историю путешествий войти, на твой взгляд? — Наверное, тем, что они решили последовать примеру легендарного норвежца Тура Хердал. Это легенда, это один из первых путешественников, которые пошли в народ, в культуру массовую. Они решили исполнить его мечту. Он прошел прямо по океану на запад, а они решили спуститься на Пасху и вернуться обратно. То есть это невероятный эксперимент, которому надо было подготовиться основательно, который надо было выполнить. У них почти получилось, можно сказать. То есть этим, скорее всего, они, да, войдут в историю. — Ну, я думаю, что в историю войдешь и ты, как человек, который сделал достаточно такие вот какие-то революционные для тюменского телевидения, для документалистики вещи. Об этом мы несколько позже поговорим. Ну, когда мы смотрели фильмы раньше про путешественников, они являлись собой образы эдаких удальцов. То есть ничего им не страшно, они идут вперед, не обращают внимания на трудности. Ты когда отсматривал эти, ну, чудовищное слово, 2 терабайта материала, ты уловил какую-то драматургию? Был ли у ребят страх, огромные волны, психологическая несовместимость, отсутствие провизии какой-то? Какая есть драматургия в этом? Ну, на самом деле, ну, может быть, это немного пафосно, но они действительно герои. То есть когда ты смотришь, там было очень незначительное маленькое количество таких сцен, когда ты видишь, что вот все, нервы уже на пределе. В основном они честно отрабатывали, честно там тянули свою лямку, что называется. Ну, конечно же, они люди. Конечно, они люди, то есть тут нет такого, что вот все вышли, построили, спели какую-то песню, которая всех вдохновила. То есть этого нет. Да, было интересно за ними смотреть, потому что там жизнь, там вот они ныряют, вот они делают, совершают эти эксперименты невероятные, там на несколько километров вниз опускают приборы, вот они куда-то лезут. Вот здесь они, допустим, могут поиграть, полупить друг друга мешками, смеются, песни поют. Да, они, вот я когда смотрел, это очень много времени у меня отсмотр занял, то есть я буквально с ними породнился. Такая интересная ситуация, что я про них знаю все, а они про меня. Ну, может быть, только вот с Сергеем, с Борисом, мы как бы лично знакомы, хорошо общаемся, а остальные ничего не знают, я знаю про них все. Некоторые электронные СМИ, интернет-СМИ назвали тебя участником экспедиции. Я думаю, что в этом есть некая доля истины. Сколько ты вообще работал над фильмом этим? Ну, получается, мы обсудили, вообще нам повезло, что Сергей Гольцов, человек из Тюмени, увлеченный путешественник, принял участие в этой экспедиции, что он привез эти материалы, он нашел меня, грубо говоря, да, мы с ним придумали этот фильм, ему понравилась идея, которую я выдвинул, ну и все получилось. То есть нам вот в этом плане повезло. А вообще, да, вот в мае прошлого года мы обсудили, что вот да, есть такая возможность, не спеша, в таком легком режиме, я все это дело отсматривал, и в ноябре началась уже активная работа, но вот в апреле мы выдали фильм. Ну, зная тебя и твой функционал, что называется, легким, это я бы, наверное, все-таки не назвал, это было сопряжено с некими все равно какими-то сложностями, и сложностями в том плане, что, как я уже сказал, ты был в чем-то первым. Есть какие-то некие технические нюансы, да? Расскажи об этом, это на самом деле украшает сериал. Ну, на самом деле, вот, начнем с того, что для меня и для режиссера Майи Шульца, мы работали вместе над этим фильмом, для нас это было все ново. То есть, мы никогда раньше такого не делали. Да, какой-то был опыт, есть опыт телевизионный, но это все равно нечто другое. К тому же, фильмы про путешествия, их, то есть, мало показать просто картинку вкусную, это, конечно, должно присутствовать, но надо еще зрителю объяснить, а кто куда плыл, кто кем кому приходится, вот какой это был год, а здесь какой год. И все это можно объяснить с помощью графики. Никого уже сейчас ничем не удивить, надо было как-то выделиться, вот. И мы с дизайнерами телекомпании разработали для фильма некий набор графики. Ну, получилось неплохо, то есть, трехмерные плоты, раньше мы такого не делали. Но сейчас технологии опробованы, я думаю, что это будет появляться чаще и чаще в продуктах телекомпании в тюменское время. То есть, у нас первая ласточка уже взлетела, что называется. Когда ты работал над фильмом, у тебя было, ну, чувство белой такой зависти, что ты не там с ребятами, а вот здесь в студии сидишь, ты все отсматриваешь, монтируешь, пишешь. Ну, когда вот картинка такая благообразная, вот такой голубой океан, яркое солнышко, вот так водичка плещется, да. А когда там все серое, видно, что они просто настолько замерзшие, настолько уставшие все. И вот эти вот многотонные конструкции, которые надо куда-то тянуть, надо что-то с ней делать, привязывать эти канаты. Нет, нет. Я отсматривал как сторонний наблюдатель и думал, да, молодцы. На следующей неделе выйдут очередные серии, а те, кто не посмотрел, кому не удалось в силу каких-то причин и факторов это сделать, могут ли полную версию где-то лицезреть, может быть, в интернете, или это все будет на тюменском времени? Пока в интернете не будет фильма, по понятным причинам, но оставшиеся три серии мы покажем с понедельника по среду, время 18.30, до этого было 19, час 18.30, и в субботу, 22 апреля, мы покажем все семь серий. То есть можно следить за анонсами, за программкой, когда они начнутся, но все семь серий мы подряд покажем. То есть можно будет уделить полдня и посмотреть «Кантики-2, утопленные ветром» полностью. Добавлю, на тюменском времени. В пятницу в областном центре тюменские поисковики открыли вахту памяти. Каждый год после торжественного построения они отправляются в экспедиции. В этом году участниками станут более 120 ребят юга региона. До 11 мая они будут работать в Тверской и Новгородской областях. Добавлю, что в 2017-м поисковым отрядам исполняется 30 лет. За это время ребята подняли из земли более 9 тысяч останков красноармейцев. Один раз мне повезло, и я нашел смертный медальон. Ну и, конечно, военное оружие, снаряжение. Дело все в том, что я очень люблю историю и занимаюсь их довольно долго. И я считаю, что поисковое движение – это очень хороший повод, конечно же, почтить память павших и вернуть их имена, так скажем, живым. Студенты смогут увидеть события 1943 года в реальности. В индустриальном университете открыли интерактивный музей памяти «Цена победы». На информационных счетах написаны даты главных сражений, кто воевал и какой ценой доставалась эта победа. Также с помощью очков виртуальной реальности ребята могут ощутиться на полях танкового сражения. Добавлю, что позже музей перевезут в Тюменский госуниверситет и в Сельхозакадемию. И это была программа частности. В студии работал Иван Стрижов. Смотрите нас в Ютубе и на официальном сайте Тюменского времени. Всего доброго и до встречи.